Всем привет, с вами Илона, очень рада вас видеть на своем канале. Сегодняшнее мое видео будет посвящено такому тегу, который называется «Мои идеальные недостатки». В общем-то, тег показался мне довольно таким неоднозначным, интересным, и суть его заключается в том, чтобы назвать три своих достоинства и три своих недостатка касаемо внешности. Недавно пересматривала этот тег у Вики Ковки Закэт, и как-то вот возникла у меня идея сделать такой тег тоже. Начнем, наверное, с моих недостатков, которых у меня, конечно, гораздо больше, чем три, но я выбрала такие явные. И первый мой недостаток – это темные круги под глазами. Я очень-очень не люблю этот свой недостаток, потому что они у меня появляются постоянно, независимо от того, выспалась я или нет. В принципе, раньше этого недостатка у меня не было, то есть у меня была нормальная кожа под глазами, не очень тонкая. Но где-то года три назад у меня была травма носа, был перелом, мне пришлось делать операцию, и вот после этой операции темные круги под глазами у меня постоянно. В общем-то, с этими недостатками я научилась смириться. Естественно, есть консилеры, корректоры, которые это все перекрывают, и я выгляжу более-менее нормальной с ними. Но когда я без косметики, вид у меня довольно изможненный такой, и мне это, конечно же, не нравится, потому что иногда хочется не краситься, а с этими кругами, ну, выгляжешь просто как жертва с венцема. Ну, в общем, пока косметическая промышленность корректора выпускает, я буду выглядеть нормально. Также, второй мой недостаток, это такой тоже приобретенный недостаток, у меня очень плохо растут волосы вот в этой вот части, то есть они там очень редкие. Также где-то, ну, уже, наверное, лет пять назад у меня была такая проблема, я довольно часто принимала антибиотики, часто болела, и у меня было много стрессовых ситуаций в тот период моей жизни, и, в общем, волосы начали довольно сильно выпадать. Я с этим боролась, я советовала с плечами, пила витаминные комплексы, делала маски, и вроде бы с этой проблемой мне удалось справиться, но и волосы стали растягущие по всей голове, кроме вот этой вот моей области. Сейчас я тоже, так сказать, не опускаю руки, борюсь с этим, но все-таки я до сих пор кормлю ребенка грудью, и это тоже влияет, волосы все-таки плохо восстанавливаются пока, но я тоже с этим мирюсь, научилась как-то бороться, но, конечно, в общем и целом, это не очень приятно. И последний недостаток – это мои ноги. Я вообще полнею по типу груша или более поэтичная гитара, и мне очень трудно сбросить вес именно с области бедер и ног. У меня всегда это большая проблема, особенно летом, когда хочется надеть платьице и так далее и тому подобное, и мне не нравится, как выглядят мои ноги. Ну, с этим я борюсь как? Стараюсь носить обувь больше на каблуке или на платформе, танкетке, тогда нога выглядит более такой вытянутой. Но сейчас у меня ребенок маленький, и, в общем-то, мне приходится носить обувь на довольно плоской подошве. Ну, как говорится, это не смертельно, но мне не очень нравится, как в целом мои ноги выглядят. Но все-таки, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время я похудею и как-то справлюсь с этим недостатком. И три мои достоинства. Первое – это мои глаза. Я считаю, что они довольно большие. Мне легко использовать разный макияж для них. Риснити довольно длинные. Тоже у меня с этим нет проблем. Поэтому я считаю, что это безусловное мое достоинство. Второе мое достоинство – это моя кожа. Она мне не причиняет каких-то хлопот, проблем. Редко бывают какие-то воспринания или прыщи. О, конечно, в подружеском возрасте даже не было такого тоже. В общем-то, особого ухода она не требует. Поэтому я считаю, что это достоинство. И еще одно мое достоинство – это такое вот интересное место. Это мои ключицы. Я считаю, что они довольно симпатично выглядят, когда я деваю платье, какую-то открытую кофточку. Особенно, когда я не сутулюсь. Кстати, это еще один мой недостаток. Я довольно сильно сутулюсь. Но над этим я собираюсь работать довольно плотно. Вот, в общем-то, и весь стэк. Я надеюсь, вам было интересно. Обязательно комментируйте, оценивайте. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Если вы еще не снимали этот тег, то приглашай описываться и снять. Вот, в общем-то, и все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok